На ваш взгляд, вот сегодня, да, в настоящее время, какие задачи прежде всего стоят перед пластической хирургией? Перед хирургией как специальностью задачи стоят очень сложные, но они практически не решаются, потому что в сознании и людей, и в сознании большинства врачей, которые называют себя пластическими хирургами, речь идет только об эстетической. И у большинства людей, а пластический хирург, это который меняет форму носа, который оперирует на век, в которых стоят импланты молочных желез. На самом деле, это очень одна маленькая, я бы сказал, одна, наверное, двадцатая часть пластической хирургии, потому что пластическая хирургия – это настоящая хирургическая специальность, которая позволяет многим другим специальностям резко совершенствоваться. Ну вот, например, возьмем даже такую область, как нейрохирургия. Ну, например, представим себе, что есть какое-то поражение волосистой части головы, где кость затронута и где там надо делать операцию, но откроется кость и будет голый мозг. И если не применить защиту мозга, не переместить ткани и не закрыть, то этого пациента оперировать нельзя. Этот пациент погибнет. А если применить пластическую хирургию, то он будет жить. И вот мы там лет 30 назад одни из первых в нашей стране выполнили, вот почему мы сидим в институте, наверное, хирургии. Вот такие операции доказали, что тех пациентов, которых раньше не брали, если использовать, может. Многие, вы слышали, всякие разделения там близнецов и прочее. Без пластической хирургии они тоже невозможны эти операции. Не говоря уже о том, что у многих женщин там гинекологически бывают какие-то проблемы, выявляются, открываются. То есть пластическая хирургия намного функциональна. Но у нее есть общие законы. Как ни парадоксально, например, операции где-то для того, чтобы открылся рот как следует и так далее стандартным. Или операции у женщин, допустим, та же, где имеются так называемые сфинктеры. Они примерно идентичны. Потому что надо сделать так, чтобы это могло открываться, закрываться. И законы передвижения ткани правильно сформулируют пластической хирургии. Наука передвижения ткани и наука о закрытии каких-то дефектов или исправлении таких дефектов. Поэтому иногда кажется парадокс. С какой стати он там занимается лицо, и вдруг он оперирует там где-то, ну, допустим, в содружестве. Мне приходилось много оперировать в содружестве. С гинекологами, с таракальными хирургами, с сердечными хирургами, с любыми. Потому что какие-то... Вот с нейрохирургией много. Вот, допустим, дефект тканей на позвоночнике. Нет мягких тканей. Вытекает спинномозговая жидкость. Нейрохирурги изумительные специалисты. Но они не знают, как двигать эти ткани, какие взять мышцы и все. Вот это все пластическая хирургия. Я бы сказал, что без пластической хирургии современная хирургия не может. Также возьмите травматологию, какие-то дефекты конечностей. Вот, допустим, короткая у человека нету практической руки. С помощью пластической хирургии можно переместить и сделать ему хотя бы культю. А на культю уже можно одеть протез. То есть это очень серьезная специальность. Но как? Она у нас только всего существует 5-6 лет. А большинство людей, которые занимаются, они сейчас настроены эстетической хирургией. Потому что деньги нужны сегодня, а лучше еще и вчера. И поэтому пока она, к сожалению, развивается в этом плане не очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok